Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос. Давайте будем разбираться. Значит, встречались с молодым человеком около 10 месяцев. Срок такой не очень большой. Правда, вы не пишите, сколько вам лет, сколько лет вам, сколько молодому. Вот. Были ли у вас отношения у обоих до этого? Вот. Тут, конечно, срок 10 месяцев, он во многом зависит от этого. От того, что скажет возраст. Были конфликты, мы расставались на пару недель. После того, как удыхали эмоции, мы находили путешествие и мирились. Ну, здесь тоже хочется сказать, наверное, такую вещь, что если вы ссоритесь, уже 10 месяцев вы всего встречаетесь, да, вы сейчас ссоритесь. Причем, ссоритесь явно не первый раз, да, это не единичный какой-то случай. Это именно что-то такое уже систематично, видимо, между, ну, между вами. Вот. То у ссор всегда есть, значит, ну, свои причины. У ссор есть свои основания, да. То есть, вот, почему вы ссоритесь, из-за чего вы ссоритесь, по какой причине вы ссоритесь и так далее. Ну, вот. Ну, вот. То есть, вы описываете, на мой взгляд, ну, очень хорошо, вот и дальше происходит, очень хорошо, значит, вписывается в эту картину, вот. Которую, вот, вы нарисовали, да, сейчас. То есть, картина, она вот именно в том, именно в том, что у вас изначально были разногласия. И разногласия, видимо, были достаточно ссорные, раз вы ссорились и так далее. Вы говорите, мы находили пути решения. Что вы вкладываете в это понятие? То есть, какие это пути решения? Вы действительно искали пути решения и приходили к каким-то компромиссам? Или вы просто, ну, находили способ помириться? Я считаю, что это очень важный момент, потому что одно дело, одно дело. Когда человек просто ищет способ помириться, да, одно дело, когда человек ищет, ну, просто, вот, знаете, просто подгадывать момент, чтобы как-то выйти на связь с партнером, это одно. И совсем другое это, когда человек реально предлагает какой-то компромисс и следует этому компромиссу, и пытается, значит, как-то корректировать свое поведение, исходя из компромисса, да, исходя из того, что он, ну, предложил. Мне кажется, это абсолютно разные вещи. Ну, и я полагаю, что абсолютно очевидным является то, что если вы, например, миритесь, и если вы, вот, при том, что вы миритесь, никаких абсолютно, ну, решений не вырабатываете, да, то, соответственно, никакого смысла в примирении нет. То есть, как бы, вы ссоритесь, у вас есть негатив, этот негатив, естественно, дается в том, чтобы его как-то, вот, ну, отреагировал. И если негатив не отреагировал никак, то есть, если гестальт не завершен, то есть, если от негатива вы испытываете, ну, вот, например, именно вы, вы, допустим, именно вы испытываете снова и снова какие-то эмоции, да, вот, не самые лучшие эмоции, то мне кажется, что, опять же, в примирении нет никакого смысла. Поэтому вряд ли можно сказать, что ваше примирение здесь, оно является, ну, знаете, каким-то вот прямо хорошим, прямо адекватным, прямо это является тем, что можно назвать зрелостью. Вот. Скорее, примирение без без решения это не зрелость, хотя наоборот, это просто нужда. Вот вы нуждаетесь в человеке. Дальше, ссоры базальные были, описывать это не хочу, так как уже не суть важно. Ну, знаете, если бы это было не важно, то вы бы не ссорились и, значит, не расставались на пару недель. Кстати, довольно показательным является то, что вы из-за ссор расстаетесь. то есть, ну, можно ссориться, да, можно ссориться, это нормально, ссорятся практически все, вот, но не все расстаются из-за ссор. И если вы ссоритесь и вы расстаетесь, то возникает вопрос, насколько вы дорожите своими отношениями, насколько вы цените, может быть, свои отношения, насколько вы уверены в себе, насколько вы стабильны, да, то есть, откуда, вот, такая тенденция, да, из-за каких-то ссор сразу расставаться. То есть, на мой взгляд, вот, момент такой, что вы, именно вы понимаете под ссорами. То есть, что такое ссора для вас вообще? Что это? Вот. На мой взгляд, это тоже довольно важный момент. Дальше. Значит, был последний конфликт из-за меня. Я, грубо говоря, устроил истерику. А из-за чего вы устроили истерику? Вы этого не раскрываете. Он два раза писал, я не ответил. Почему? Третий раз написал им сама просто привет, он стал общаться. Зачем вы написали ему? Тотланили, если в итоге примирили. А что решили? По примирению, что решили? Было принято какое-то решение? После примирения был секс два раза. После первого раза все было хорошо, а вот во второй раз он говорил, что с родственниками уедет на праздник на пару дней. Ну вот, я бы хотел сказать, чему вы написали про секс, но понимаю, что вы это написали в контексте проблемы. Тем не менее, вы могли могли бы просто написать, что вот у нас как бы была активная близость и после активной близости ситуация разорвалась вот именно так. Но вы начали углубляться в детали, и вот то, что вы начали углубляться в детали, для меня является подтверждением того, что за деталями вы теряете какую-то общую суть. И, к сожалению, дальше вы идете по пути наращивания вот этого значения деталей в своем восприятии. То есть, вам кажется, что чем больше количество деталей, тем больше картина понятна. На самом деле это не так. На самом деле это не так. Значит, так, договорились встретиться после его отдыха. не очень понятно после его отдыха, где, с кем или это праздник является отдыхом. Не очень я понял. ну, ладно. Во время процесса ему стал звонить родственник, что он заедет за ним и заберет его, а он был у меня. Когда он говорил, я слышал, что это был его отец, по голосу уже знаю. Свои отношения мы не официровали никому. ну, вот, знаете, вы достаточно важный момент, да, значимый момент, вы по сути дела, в общем, и не раскрываете никак. То есть, вы не официруете свои отношения. Вы считаете, что это не важно, что вы не официруете свои отношения. А вы считаете, что психологам не важно то, что вы по сути дела скрываетесь, то, что вы по сути дела стыдитесь, получается, своих отношений. Вот. А вы считаете, что это не важный момент? Вы считаете, что это не заслуживающий внимательный аспект? Вы считаете, что вы именно вы достойны того, чтобы скрывать, ну, скрываться вот от родителей, мужчины, например. Вот как вы сами считаете, вот вы сами как считаете в этом контексте? То есть, чего вы стыдитесь? Что не принимаете? ну, я не знаю, себе, себе, может быть, с мужчиной, в отношениях с мужчиной? Какая происходит здесь ситуация? Какое происходит здесь столкновение? Понимаете ли вы, что тот факт, что вы не афишируете отношения своих? Этот факт по сути дела развязывает мужчине вообще руки. То есть, он, мужчина, он может делать что-то угодно. Мужчина может вообще взгляд вид, что вас нет в его жизни совсем. Вы считаете, что это справедливо, вы считаете, что это нормально, вы считаете сами, что достойны такого отношения. мужчина тоже интересный такой момент. По какой причине мужчина играет в эти игры, в детские игры, зачем ему отношения, которые он скрывает. ему получается с вами просто удобно, вас просто используют, а иначе, иначе-то какое будущее отношения. Понимаете? Ну и конечно вызывает вопрос то, насколько вы уверены в себе оба, если вы скрываете отношения от родителей. Ну, я имею ввиду от родителей мужа, мужчина. Дальше. Значит, он забиратился и бадзет не знал, что он оставил работу, был у меня. Он еще ночью, я спросил, у него все ли нормально, он на что ответил да. И все, просто пропал. Точнее, выходит онлайн, но меня просто игнорит. Второй день тишина. Ну, а чему вы удивляетесь, если он на пару дней уехал с родственниками на праздник? Это в общем и нормально, что от него тишина, потому потому что он сейчас с родителями и возможно там постоянно он под присмотром и поэтому не отвечает. В лазебрянстве было, что телефон оставался у его отца и он не входил на связь максимум пару часов, но я от левой страницы добавил друзья, он спросил мы знакомы. Ну, он не хочет общаться именно с вами, потому что в лаз он видит угрозу какую-то, что собственно говоря подтверждает его фраза о том, что он собирается убить некую Катю, я не знаю Катю или нет, вот, так, это непонятно, вот, значит, на второй день я звонил, зачем вы звонили, если он был с родителями, позвонил другому номеру он ответил, потому-то он не хочет общаться с вами, волновенно, его родители что-то заподозрили, вот, что скорее всего, я скинул, просто отчет, и затем он перезвонил два раза, я не слышал слова, ну, соответственно, ему было интересно все это за номер, да, а потом номерова его не своего номера, опять зачем, я сказал, алло, он скинул, он не хочет, не хотел с вами общаться, все мои сообщения не прочитаны, но я знаю, что он их прочитал, откуда, на звонки со мной сообщения в соцсетях просто молчит, ну, потому что, возможно, у него нету, нету, способов с вами сейчас общаться, потом позвонил уже на мой номер, но быстро скинул, видимо, случайно нажал, но опять же, это все гадание, это все гадание, так, значит, нажал, самое интересное, такого не было никогда, если ему девушка не знала, он спокойно скажет ей расставание, а тут, 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 тут он вами дорожит, и у него сейчас нет возможности с вами общаться, а вы опять скидете, просто не устраивает истерику, я ему написал, написал, что он не ожидал от него такого, так, всегда считал его достойным настоящим мужчиной, и везде добавил его все раз, но мне кажется, что здесь вы явно ситуацию как-то портируете, там, это вы не знаете всех, всех деталей, и вы, скорее, на мужчину проецируете свою реакцию, то есть, мужчина всегда ведет, как взрослый человек в определенной ситуации, вы же, зная, что вы свои отношения не афишируете, вы же постоянно, по сути, подвергаете опасности его, подвергаете угрозе раскрытия ваших отношений, но здесь ваша бомбинция мне не ясна, она противоречива, если вы знаете, что вы свои отношения не афишируете, то непонятно, чего вы добиваете сейчас, если вы не хотите свои отношения скрывать, то соответственно, нужно об этом мужчине сказать, что я не хочу больше скрывать, но для этого нужно понять, почему вы скрывали, любите, так же налицо то, что вы очень сильно нуждаетесь в этом мужчине, то есть от него зависит ваше состояние, самочувствие, ваше настроение, это не есть хорошо, это довольно тревожный признак, и соответственно, вам нужно здесь выстанавливать свои личные границы, то есть если мужчина что-то делает, это его право, вам нужно это принять, при условии, что вы его любите, но вы не сказали о своих чувствах ничего, и все, так, значит, впервые видели, неудея Клодина писать, но вы решаете для другого человека, я полагаю, что это неправильно, то есть он, с чего вы решили, что он не хочет общаться, с чего вы решили, вы говорите, добавил бы черный список везде, так это же детский сад, вы здесь от него детского поведения, потому что сами себя так ведете, а почему вы решили, что он должен вести себя так же, я ему вк со своей страницы писала, и там он тоже смолчит, не добавляет ч, зачем добавлять вас ч, зачем, но он уходит надо вся добро, у него сейчас нет возможности, вы же не знаете в какой он ситуации, почему не дождаться, значит, почему не дождаться, пока он не приедет, ведь пара дней, как я понял, не прошло, не добавляет маску, там это не описывает отношения, левую сторону добавляет, там это незнакомо, когда я взял трубку, было слышно, как будто бы смеялся, вы это не знаете, вы это не знаете, я разочарован, как думаете, почему так поступил, я вам не пробовал все ответы, даже если я что-то сделал не так, учили просто сказать свое решение, какое решение оно не мне кажется, вы повторяете истерику здесь, и вам нужно работать над тем, почему вообще устроили истерику, потому что ну вот вы знаете, то, что сейчас происходит это ваша проекция то есть вы на мужчину проектируете то что чувствуете сам вы боитесь того, что на вас бросит возможно вы боитесь от от дна возможно понимаете но это ваша ответственность это ваше восприятие реальности не его ваше понимаете поэтому не нужно разбираться в поведении мужчины у него такое поведение какое есть вам нужно разобраться в себе именно вот именно в том чего вы хотите именно в том что вам нужно именно в том что для вас важно понимаете и идти к этому к этому целу например стать более уверенной в себе чтобы не соглашаться на такие вот скрипые отношения например быть более уверенной в себе и не доставать мужчинам например разработать свою сферу подвергности чтобы лучше знать с чего выходить и уметь правильно их удовлетворять понимаете а например повышать свой эмоциональный интеллект чтобы разбираться с кем где вы где другой что вы чувствуете что чувствует другой когда вы чувствуете и когда Я чувствую другой. Что нужно делать вам, когда вы чувствуете? А что нужно делать другому человеку? Понимаете? Вы задаете впечатление, что вы очень зависимы от мужчины. И когда вы так поступаете, вы обесцениваете себя в его глазах. Понимаете? Не он обесценивает себя, а вы себя обесцениваете. Понимаете? Вы говорите, что вы считали его достойным и настоящим мужчиной. А достойная женщина будет так себя вести, как вы себя вели. А достойная женщина будет скрывать отношения свои с мужчиной. Понимаете? Ого. Достойная женщина будет стремиться выяснять отношения через интернет, через соцсет. Подумайте об этом. На мой взгляд, у вас проблемы с самооценкой, с чувственным аспектом, с эмоциональным интеллектом и с уверенностью в себе. И вот это вот вам нужно корректировать с психологом. На этом все. Я надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. В личку буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.